Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем праве. Нерегламентированное использование полученных прибылей в основном уходит на закупку импортного оборудования и обогащение олигархов и номенклатуры, а не на модернизацию и диверсификацию российской экономики. По итогам опроса журнала Forbes в марте 2011 года треть из 300 миллиардеров Европы были из России и основные их доходы получены на финансировании и экспорте полезных ископаемых. Российский федеральный бюджет напрямую более 50% зависит от продажи нефтепродуктов и их цен на мировом топливном рынке. По подсчетам агентства Standard & Poor's, а также российских экономистов, при падении цен на нефть до 60 долларов за баррель, дефицит госбюджета может составить почти 10% ВВП, что приведет к резкому сокращению социальных программ, оттоку капитала, что вкупе со снижением объема экспортной выручки приведет к девальвации российской национальной валюты. Проблемы будут нарастать как снежный ком. Нынешняя власть не способна изменить ситуацию. Она должна уступить место профессионалам, которые знают, как спасти страну от экономического коллапса. Субтитры создавал DimaTorzok